Как получилось, что Россия так катастрофически отстала во своем политическом и экономическом развитии от развитых стран Запада? На самом деле это абсолютно измеряемая вещь и было видно, как физически это происходило и как это развитие сдерживалось нашими правителями в течение всего 19 века. Века, который, наверное, можно назвать потерянным столетием в истории России. Это Владимир Милов и мы продолжаем наш цикл видео про российскую историю. Огромное вам спасибо за обратную связь к нашему первому выпуску, где мы рассказывали, что, в общем-то, это не было предопределено, что Россия на столетие вперед останется жестокой абсолютной диктатурой, где население не имеет никаких прав. Россияне пытались, требовали от властей и даже восставали против самодержавия, против диктатуры монархии, хотели идти по нормальному европейскому пути развития. Нам не дали этого сделать и вот сегодня мы поговорим с вами про тот самый 19 век, который заложил основы последующего отставания России от развитых демократий и привел в итоге к большевистской катастрофе 1917 года. Итак, обо всем по порядку. Вообще, у 19 века такой традиционно романтизированный образ, императорские балы, гусары, шампанское, поэзия, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и все такое. Вот, честно говоря, я всю жизнь свою рос под таким впечатлением, что это было некое золотое время, которое потом вдруг внезапно посыпалось под ударом революции и большевистского переворота. Но на самом деле потом, когда начинаешь все это изучать, понимаешь, что вот за этим внешним лоском скрывались огромные проблемы и на самом деле сознательная политика императорского дома, которая сдерживала развитие России. Это фактически был век такого глубокого политического, общественного и экономического застоя. Ну вот, если ввести отсчет с подавления восстания декабристов в 1825 году до падения монархии и императорского дома Романовых уже почти через 100 лет в 1917-м, просто вот подумайте, что все это время Россией руководили всего 4 правителя. Николай I, Александр II, Александр III и Николай II Романов, последний русский император. То есть в среднем это приходилось 23 года на одного руководителя. Мы с вами и вот наше поколение постарше, которое помнит еще Брежневский застои и вот нынешнее молодое поколение, многие представители которого просто уже родились и выросли при Путине и других правителей никогда в глаза не видели, очень хорошо понимают, что это такое, когда один человек руководит страной в течение четверти века и фактически это превращается вот в такое перетягивание каната по усиживанию в своем правительском кресле. Под конец правления человек, как правило, теряет связь с реальностью, пускается во всякие авантюры, ну то есть полный застой. Всего лишь 4 руководителя страны за почти 100 лет. Мне могут возразить, скажем, и привести пример королевы Виктории в Великобритании, которая правила более 60 лет на троне, но Великобритания это была уже демократией к тому моменту и фактически руководила страной не сама королева, а правительство, которое назначалось парламентом. И премьер-министры в Британии регулярно менялись и приходили к власти демократическим путем. Поэтому здесь вот эти все примеры, которые вам будут приводить, они нерелевантны, потому что в России была совершенно другая система. Абсолютное самодержавие, где любые, даже самые мелкие вопросы политической и экономической жизни решались в гиперцентрализованной форме. Не было никаких ни демократических институтов, ни выборов, ни местного самоуправления. И, конечно же, сравнивать с крупными европейскими державами все это совершенно нельзя. Это был абсолютный политический застой. Точку отсчета этого застоя, конечно, стоит вести с 1825 года и разгрома восстания декабристов. Первая четверть XIX века, как мы рассказывали вам в предыдущей серии, прошла под знаком надежд. При императоре Александре I активно обсуждались демократические реформы. Даже был подготовлен проект новой конституции, устанной грамоты Российской империи, которая предполагала настоящее разделение властей, закрепление неотчуждаемых прав человека, создание парламента. Ну, Александр I все это так и не реализовал. Мы подробно вам рассказывали об этом в первом выпуске. И, собственно, вот с подавлением восстания декабристов, которые пытались эти идеи все-таки уже вынести в актуальную политическую повестку, все эти надежды на нормальное преобразование не просто рухнули, А к власти в России пришел человек, правление которого, в общем-то, началось с вот этой серьезнейшей травмы для правящей династии Романовых, травмы, которая предопределила вот их политику такого бесконечного цепляния за собственное самодержавное правление и абсолютизм на последующие сто лет. Полный отказ от каких-то демократических реформ, который для самих Романовых в итоге обернулся жесточайшей катастрофой, в том числе и в буквальном физическом смысле. Вот этот человек, который пришел к власти, начав с жестокого подавления восстания декабристов, Николай I. Одна из самых трагических фигур в российской истории последних двухсот лет. Вот этот человек, который сознательно занимался сдерживанием прогресса в России ради каких-то своих примитивных представлений о том, как должна строиться общественно-политическая жизнь. Он в этом сам мало что понимал. Он вообще-то был военный и его готовили к военной службе. Он не планировался на позицию императора, а преемником Александра I, мы тоже рассказывали вам об этом, должен был стать их средний брат Константин, который отрекся от престола. Таким образом, Николай I это был фактически вояка, который случайно оказался на троне, который пришел к власти, начав с этой родовой травмы, подавления, восстания людей, которые требовали конституции, парламента, демократических прав и свобод. И вот это предопределило все его взгляды на будущее. Николай I правил в течение 30 лет. И вот именно в этот момент началось вот это катастрофическое отставание России в траектории развития от западных стран. Николай I и его министры сознательно сдерживали промышленное и инфраструктурное развитие России, сознательно сдерживали развитие общественно-политических институтов, подавляли любые права и свободы, вводили жесточайшую цензуру. И в том числе в этот момент Россия получила вот это прозвище «Жандарм Европы». Собственно, одной из мрачных и неприятных страниц правления Николая I было активное участие России в подавлении демократических выступлений и восстаний в европейских странах, в том числе и в оккупированных Российской империи, например, в Польше. Но и не только. Вот Россия участвовала, скажем, во спасении австро-венгерской монархии при подавлении венгерского восстания. Мы сейчас с вами подробнее обо всем этом поговорим. Дон Кихот самодержавие, как называла Николая I, придворная фрейлина Анна Тютчева, дочь Федора Тютчева, которая, очень интересный момент, она сама была славянофилкой, то есть это вот было такое политическое, философское течение, чуть позже к нему мы вернемся, которое вот считало, что у России есть некий особый путь, который отличается от Запада, но при этом, это очень интересный парадокс, вот этих так называемых славянофилов, многие из них откровенно критиковали самодержавие за то, что они не хотят давать русским людям вот те права и свободы, которые, в принципе, положены любому жителю анормальной демократической страны. То есть, внимание, не хотят идти по западному пути, по пути западной демократии. Ну вот Анна Тютчева, собственно, и ругалась на Николая I за то, что он навязывал всем вот эту архаичную свою идею полного контроля над страной со стороны самодержавного монарха и цеплялся за нее в течение трех десятков лет, не позволяя никакой реальной свободной общественно-политической дискуссии, никакой нормальной политической жизни. В общем-то, все здесь сводилось исключительно к удержанию и обороне централизованных позиций монархии. Ровно такая же история происходила и в экономике. Вообще, знаете, вот я там с удивлением сейчас читаю про всякие какие-то финансовые реформы и что-то там, которые проводились при Николае I. На самом деле, рекомендую вам прочитать вот такую вот книжку, которую написал покойный уже американский исследователь Уолтер Пинтнер, которая называется «Экономическая политика при Николае I». Ну, просто самый главный вывод, который из всего этого периода следует, то, что никакой экономической политики в то время не проводилось совсем. То есть, максимум, что власти делали, это вот какие-то тактические вещи для того, чтобы там страна могла как-то прокормиться. В основном, основной упор делался на усиление централизации управления страны правящей бюрократией и на армию. Армия, армия, армия – это вот, собственно, был очевидный приоритет правления Николая I. Он видел весь смысл существования России в том, чтобы изо всей страны выжимать ресурсы и направлять ее на финансирование армии, а армия в том числе виделась как инструмент проекции влияния Российской империи и подавления окружающих стран и народов. При этом промышленное развитие, инфраструктурное развитие сознательно сдерживалось. Вот мы уже упоминали в прошлом выпуске министров финансов при Николае I Егора Канкрина. На самом деле он немец, Георг Людвиг Канкрин, который к России имел очень мало отношения. И вот он занимался тем, что сознательно сдерживал развитие мануфактур, то есть промышленных производств и развитие железнодорожных путей. А в том числе по политическим причинам он не хотел, чтобы промышленная революция привела к появлению рабочего класса, который потребует уже теперь более активно, чем разобщенные малообразованные крестьяне, потребует демократических перемен. То есть вот, внимание, вот этот момент, когда мы можем очень четко зафиксировать, что самодержавное правление императорского дома Романовых сознательно сдерживало развитие России, сдерживало промышленную революцию для того, чтобы в итоге не допустить приближения политических перемен. Причем у нас в учебниках вы всего этого дела и не прочитаете, но на Западе даже в тот момент это все активно обсуждалось, и над Канкрином и его монархом Николаем Первым просто издевались. То есть людям было реально непонятно, как можно вот под воздействием каких-то абсолютно архаичных идей сдерживать конкурентоспособность своей собственной державой, когда все другие развитые страны совершают буквально очень стремительный промышленный рывок, а Россия сознательно консервирует свою отсталость, чтобы потом проиграть. И вот понимаете, она же в итоге и проиграла. Вот правление Николая Первого закончилось абсолютно бесславно, когда Россия ввязалась в так называемую Крымскую войну 1853 года. Да-да-да, очень много аналогий с текущим моментом. Так вот, эта война, в которой Россия противостояла развитым державам, Великобритании, Франции, она показала, что промышленная и инфраструктурная отсталость России уже вот приобрела запредельные масштабы. И, собственно, Николай Первый умер в бесславии после позорного поражения в Крымской войне, которая вот обнажила очень серьезные проблемы и отставания в российской общественно-политической и экономической системе от развитых стран. Собственно говоря, вот последующие так называемые реформы Александра Второго, тоже к ним сейчас вернемся, они были во многом реакцией на то, что вот эти 30 лет Николая Первого и его архаичные отсталые политики, они в ходе Крымской войны просто потерпели полный крах. Ну и дальше поехали. За 30 лет своего правления Николай Первый не сделал ничего, вот ни одного реального шага для решения самой главной проблемы России – освобождения крестьян. Я, кстати, хочу здесь сказать еще такую важную вещь, что вот это неэффективное сельское хозяйство, опиравшееся фактически на эксплуатацию рабского труда крестьян, оно кардинально препятствовало развитию России как современной рыночной экономики. И к концу 19-го, начало 20-го века фактически эта система станет просто уже открыто нарывать. Если так чуть-чуть упростить, то можно сказать, что Российскую империю обрушил крестьянский вопрос, который императорский дом Романовых так и отказывался нормально решать. Кстати говоря, вот вся эта архаика во многом предопределила в будущем победу большевикам, потому что они обещали крестьянам землю, а как раз белую армию, которая воевала против красных в гражданскую войну, многие крестьяне воспринимали как реставраторов старой системы. И у них были на это основания. Мы еще тоже вернемся подробно ко всем этим событиям. Ну то есть было очевидно, что нерешенный крестьянский вопрос, сохранявшееся рабство, несмотря на всю риторику о том, что царь думает о народе и так далее, все эти разговоры про православие, самодержавие, народность, оказались просто обычным блефом. Потому что на самом деле вот этот монарх не сделал абсолютно ничего для того, чтобы освободить крестьян из настоящего рабства, где вот их покупали и продавали примерно как черных в Америке. Вот нам почему-то очень много рассказывают в учебниках истории вот об этом, там про хижину дяди Тома и все такое прочее. Но про то, что у нас здесь вот в России до фактически конца 19 века существовало примерно такое же рабство. И там, ну можно говорить, сколько там, 35-40 процентов, половина страны находилась на положении рабов. Почему-то у нас об этом говорить не очень любят. Ну вот все эти противоречия и нарастающие отставания от развитого мира надо было людям как-то объяснить. И вот для этого не придумали ничего лучше, как вот эти примитивные утопические идеи антизападничества. Вот при Николае I бурным цветом расцвело так называемое славянофильство, которое вот рассказывает всем, что у России какой-то свой особенный путь. Мы не такие вот, как западные страны. Мы должны вот быть добровольно рабами и подчиняться единому монарху, которого никто никогда не выбирал, но который почему-то, не имея никакой даже элементарной компетентности для этого, указывает нам, как жить и что делать. Приживалось все это дело плохо. Вот я напомню, что именно тогда в ходе правления Николая I его министром просвещения Сергеем Уваровым, которому вот сегодня в Питере поставили памятник, ну, путинское время знает своих героев. Кстати говоря, сам Путин очень любит Николая I, постоянно вот делает к нему какие-то референции, называет его неординарной личностью и так далее. И, между прочим, тоже вбухал немаленькие деньги в реставрацию изношенного памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Так что видно, вот у Путина мы все время будем возвращаться к этому, у него есть такая очевидная генетическая связка с вот этими бесчеловечными российскими диктаторами прошлого. Да и вот у Николая I был такой министр просвещения Сергей Уваров, который и придумал вот эту формулу православие, самодержавие и народность. Ну и в целом, вот еще раз повторю, что в эпоху Николая I был расцвет вот этих идей, что мы какая-то особая нация с особой православной культурой, нам нельзя по пути западной демократии, мы должны идти и нащупывать какой-то свой особый путь. Вот до сих пор, значит, как слепой котенок в черной комнате, пытаемся его нащупать, ничего не получается, но, как говорится, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Я, кстати, хотел здесь несколько слов сказать про вот эту историю, которую, ну, вы читали ее в учебниках и в книгах, очень много копий сломано про вот эту вот дискуссию, которая шла в течение 19 века между так называемыми славянофилами и западниками, то есть западники – это, условно, те, которые говорили, что России нужно идти по нормальному демократическому пути, вот по которому пошли страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки, а славянофилы хотели изобрести вот какой-то свой алхимический там чашу Грааля особый путь. Ну, первое, что я здесь хочу сказать, что эта дискуссия жутко переоценена, то есть вот считается, так выглядит вот эта дискуссия, да, что был вот какой-то лагерь, который хотел идти на Запад, а был другой, очень влиятельный лагерь, с которым была большая часть народа, который не хотел на Запад и хотел вот строить свое что-то особое. Все это ерунда. Никакого массового лагеря, который хотел вот этой особости, самодержавности и бесправности, его просто на самом деле не был. То есть он существовал как пузырь, вот как сегодня в путинской пропаганде, значит, на страницах философских дискуссий из высочайших речей сановников, да, но есть простое доказательство, почему российский народ не хотел вот этого ничего, не хотел никакого особого пути. В начале 20 века, когда все-таки под революционным давлением Николай II был вынужден пойти на определенную имитацию политической либерализации, он провел четыре раунда выборов в Государственную Думу Российской империи. Потом, когда монархия пала, в ноябре 1917 года были проведены первые, теперь уже всеобщие выборы в России, выборы учредительного собрания. То есть пять выборов в течение вот первых двух десятилетий 20 века. И что? Там какой-то результат значимый получили силы, которые говорили, нет, нам не нужны выборы, не нужна демократия, мы хотим быть рабами одного царя, хотим православия и особого пути. Ну нет, нет, понимаете, не было там ничего. Там были разные оттенки, были консерваторы, были социалисты, но все они хотели выборов по западному образцу, хотели ответственного правительства, которое контролировалось бы народом, хотели сменяемой власти, хотели парламента, хотели независимой судебной системы. Никакие политические силы, которые вот требовали бы бесправия и самодержавия, на этих выборах не показали ничего. Вот это был период полного банкротства так называемых идей вот этого якобы славянофильства. Да и славянофильство какое-то очень-очень странное, то есть вы типа так любите славян, что хотите лишить их вообще всех прав и чтобы им управлял какой-то никогда никем не избранный дядя сверху. Ну, знаете, такое себе славянофильство. Ну и вот еще раз повторю, что когда все-таки Россия перешла к каким-никаким демократическим выборам, никакие вот из этих сил, которые хотели дальше сохранять бесправие русского народа и абсолютное самодержавие, они нигде не получили, в общем, ничего. А на самом деле люди голосовали за самых разных демократов. Консервативных демократов, демократов-социалистов, кого угодно, но только не тех, кто хотел вот этого православия, самодержавия и народности. Ну и вторая история, почему я считаю, в принципе, все вот эти дискуссии про какое-то политическое содержание славянофильства антинаучными. На мой взгляд, вот любой разговор о славянофилах должен начинаться с дисклеймера о том, что в абсолютно любой диктатуре, я не знаю, от Османской империи до Греции при черных полковниках или Португалии времен Салазара, везде, абсолютно везде, вот что сейчас у китайских коммунистов, что у иранских айетол, что у Путина, да, что в Северной Корее, любая диктатура пытается изобрести вот эту чашу Грааля и сказать, что понимаете, дорогие товарищи, мы вас лишаем естественных неотчуждаемых прав, потому что у нас особый путь. Все диктатуры пытаются себя продать населению вот таким образом. В этом нет ничего уникального. Ни славянофильского, ни северокорейского, ни там суданского или угандийского. Это везде настолько одинаково, что это даже противно. Поэтому, понимаете, вот одна из моих претензий в том числе и к профессиональным историкам состоит в том, что они обсуждают тему славянофильства, давая ей шанс. Типа, ну а как будто вдруг реально это вот теория, которая может быть имеет право на жизнь. Хотя любой серьезный анализ и разговор о так называемом славянофильстве и вот этих архаичных антизападнических идеях должен начинаться с того, что вот должен быть дисклеймер. Во всех диктатурах власти пытаются объяснить народу вот необходимость именно диктаторского, а не демократического управления, выдумывая самые разнообразные, но очень похожие идеи вот этого так называемого особого пути. Поэтому, когда вы слышите вот всю эту чертовщину про особый путь, то это значит, что надо сразу напрячься и подвергнуть все это очень-очень большому сомнению. Идея особого пути является антинаучной, она никогда и никем не была доказана. И мне кажется, вот если бы в школах детям объясняли вот эту историю про спор славянофилов с западниками вот таким вот образом, ну людям бы становилось реально понятнее подоплека всей этой истории. У нее есть еще очень важная обратная сторона, что вроде как считал, что вот есть значит император, самодержец, вместе с ним есть какой-то народ, который очень его любит. Они объединяются в совместном экстазе и все, значит, молятся на это православие, самодержавие, народность. И вот такая красивая лубочная картинка, как, значит, их идеальная славянофильская Россия должна существовать. Но, внимание, для того, чтобы эту картинку поддерживать, Николаю Первому пришлось идти на жесточайшую цензуру, которую осуществляло третье отделение во главе с Александром Бенкендорфом. Мы тоже об этом говорили в прошлой передаче. Это был фактический прообраз последующего ВЧК, НКВД, КГБ и ФСБ. Николай Первый лично цензурировал литераторов перед публикацией. Они потом, в конце правления Николая, когда вот наступил такой период, который называли мрачным семилетием, это был просто вот абсолютный период полного тоталитаризма, когда подвергали цензуре через так называемый Бутурлинский комитет, подвергали цензуре дополнительные уже произведения, прошедшие цензу. Они даже Библию пытались цензурировать. Причем, вы знаете, я вот иногда сейчас слушаю нынешних иерархов русской православной церкви, начиная с патриарха Кирилла, и мне вот приходит такая мысль, что по идее вот в той конструкции тоталитарного православия, который они пытаются выстроить, я думаю, что Библия для них является вредным документом. Они бы очень хотели, конечно же, какое-то другое священное писание, где, в общем, должно было быть написано, что мы все должны выстроиться и голосовать за Путина. Наверное, так, да? Вот. А многие вещи в реальной Библии им, конечно, не нравились. Ну, то есть, это вот был еще один такой признак, что это псевдонародность, псевдославянофийство. И на самом деле Николай I и его администрация боятся своего народа, потому что понимают, что он хочет свободы, что вся эта история про православность и славянофийство выдумана и навязана сверху, как алхимия, которая призвана обосновать необходимость диктатуры. Но народ в реальности хочет свободы. И вот то, что к концу 30 лет правления Николая I все эти жестокие тоталитарные тенденции, цензуры и репрессии усилились, это был очевидный признак того, что общество хочет чего-то другого. Оно не хочет никакого православия, никакого самодержавия и никакой народности, хочет свободы, хочет демократии, хочет вернуться на нормальный европейский путь развития. Ну и особо трагичной страницей периода правления Николая I было, конечно, жестокое подавление стремления к свободе наших стран, соседей. Польского восстания, венгерского восстания. Это вот то, за что Россию в то время прозвали жандармом Европы. Крайне нелицеприятные характеристики, то есть в то время был массовый драйв на революции в Европе, которые очень сильно способствовали демократизации европейских стран. Но вот российское самодержавие ужасно боялось, что этот пожар перекинется и на нашу страну и участвовало в интервенциях для подавления демократических восстаний в европейских странах. Ну и жестоко подавляло такие восстания, которые проходили на территориях оккупированных Российской империи, в частности в Польше в 1830-31 годах. Вообще здесь я хочу сказать несколько слов, сделать небольшое отступление. В целом вот сегодня, во время путинской агрессии против Украины, мы видим, что вот эти вот 300 лет политики присоединения других народов, земель, обернулись для России полным банкротством. Эта вся история, ну она в общем-то ведет давний отсчет. Была такая известная Ливонская война, которую начал Иван Грозный для того, чтобы присоединить балтийские земли. Он там потерпел очень серьезное поражение. Это кончилось абсолютным крахом и социально-экономическим кризисом, который называется словом «паруха». Вот можете найти об этом статью в Википедии, например. То есть это долгий период абсолютного упадка после поражения в Ливонской войне. Тогда, собственно, и эпоха Ивана Грозного закончилась, и после всего этого началось то самое пресловутое «Смутное время». Ну дальше Россия возобновила попытки присоединять соседние территории и народы. Сначала Петр I присоединил так называемые Остзейские земли. Это вот то, что сегодня является странами Балтии. А Екатерина II, наверное, вот мы и рассказывали об этом подробно в прошлой серии, наверное, главный монарх из династии Романовых, который вот начал уже такую совершенно полномасштабную территориальную экспансию, участие в разделе Речи Посполитой, то есть Польши, присоединение земель Белоруссии современной Украины с принудительной их русификацией. Ну и дальше пошло, поехало. При Александре I была присоединена Финляндия. Россия постоянно занималась экспансией на Кавказ, территорию современной Молдовы, которая называлась Бессарабией, в Центральную Азию и так далее. Вы знаете, вот сейчас по прошествии этих 300 лет видно, что эта идея потерпела полный крах, абсолютное банкротство. Очень многие российские правители видели и до сих пор видят вот смысл своей деятельности в присоединении этих народов и территорий, которые этого не хотят. Они постоянно отвергали, вот в течение всех этих 300 лет, постоянно отвергали попытку России присоединить и подчинить их себе и доминировать над этими народами. Были постоянно напряженность, восстания, много жертв, много крови. В итоге вся эта империя всегда распадалась и эти народы и территории всегда стремились к самостоятельности. Но вот сегодня Путин продолжает вести нашу страну по этому абсолютно тупиковому пути. Вот 300 лет бьемся, бьемся в эту стенку, пытаемся присоединить народы, которые не хотят с нами жить, хотят быть просто суверенными соседями. Нет, Россия все время лезет присоединять их военным путем, тратит на это огромные ресурсы, тратит огромные ресурсы на удержание этих территорий. Люди все равно не хотят находиться в составе России, восстают, Россия несет огромные издержки, империя постоянно распадается. И вот это вот, друзья мои, эту дурную бесконечность надо прекращать раз и навсегда. Ну вот, наверное, в период правления Николая I в XIX веке вот вся эта история за попытками присоединения и удержания покоренных народов, она проходила через свой апогейн. Николай I окончательно идеологически оформил политику России как вот того самого жандарма Европы, который видит весь свой смысл в подавлении стремления людей к свободе, они видят попытки европейских народов установить у себя демократию как угрозу собственному самодержавию. И вот Николай I из этого вывел целую доктрину, что Россия должна вмешиваться во все эти события, жестоко подавлять их, чтобы они не распространились на Россию. Конечно, вот ключевая история здесь была связана с жестоким подавлением польского восстания в 1830-1831 годах. Почитайте об этом подробно. Были убиты 40 тысяч поляков, казнены лидеры восставших, которые в Польше считаются народными героями борьбы за свободу и демократию. Ну вот вопрос, почему в Польше есть такой скепсис в отношении России и русских. Ну вот почитайте подробнее об этих событиях, может быть, вы найдете для себя ответ. Русский экспедиционный корпус участвовал в жестоком подавлении восстания в вольном городе Кракове в 1746 году. Ну и, конечно, очень-очень важной страницей было жестокое подавление венгерской революции в 1848-49 годах. Венгрии фактически восстали за свободу против Австро-Венгерской империи и Россия осуществила интервенцию для того, чтобы империю спасти. Вот в ответ на все эти события Николай I издал антиреволюционный манифест 14 марта 1848 года, где прямо говорил о том, что увидел свою миссию в подавлении и стремлении народов к свободе. Смуты, грозящие неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Это вот цитата из этого антиреволюционного манифеста. Это, кстати говоря, очень похоже на Путина и все эти его рассуждения про государственный переворот в Украине и все такое прочее. Я, кстати, здесь хочу сказать, что и у Путина, и у Николая I абсолютно неверное представление о суверенитете народов. Суверенитет народов – это никогда есть какой-то самоназначенный правитель, который делает все, что хочет, и никто ему не вправе перечить. Суверенитет – это когда народ на демократических выборах сам выбирает свою власть, может давать оценки эффективности ее работы, и если захочет, может ее сменить. Вот это вот, товарищ Путин, называется суверенитетом. Когда какой-то чекист незаконно захватил, удерживает власть силой и жестокими репрессиями, это к суверенитету никакого отношения не имеет. На самом деле, вот по Николаю I есть тоже очень большой вопрос по его легитимности, потому что он, во-первых, никогда не планировался на трон, во-вторых, он являлся внуком вот той самой Екатерины II. Мы подробно говорили об этом в первом выпуске, которая, в общем, сама пришла на трон случайно. Она была просто женой императора Петра III, немкой, не имевшей никакого отношения к России, и пришла к власти в результате вот дворцового переворота. Ее муж после полугода правления то ли умер, то ли его убили, неважно. Но вот это был большой вопрос, имела ли вообще Екатерина II и все вот ее внуки, включая Николая, в принципе, право управлять Россией. Ну и вот идеологом подавления европейских революций был министр иностранных дел Николая I, немец Карл Нессельрода. Тоже вот человек, который не просто не имел никакого отношения к России, но ненавидел в принципе стремление народов к свободе, был убежденным сторонником диктаторского самодержавия, и к русскому народу, надо сказать, он относился тоже так себе, как и вот многие из этих привнесенных правителей. Вот его известные цитаты «Я служу не России, а императору всероссийскому и о русских». Среди них встречаются приятные люди, но когда я вижу умного русского, всегда думаю, как жаль, что он не родился немцем. Николай I был так напуган всеми вот этими европейскими событиями, европейскими революциями, что последние семь лет его направления ознаменовались абсолютно мрачной эпохой, она вот так и называется, мрачное семилетие, когда было полное закупоривание общественно-политической жизни, введена тотальная цензура над цензурой, был вот, собственно, создан тот самый Бутерлинский комитет, который цензурировал даже цензоров, и в целом вот это был один из самых тяжелых периодов российской жизни. Ну, на самом деле, Николай I прекрасно понимал, что все вот эти его идеи славянофильства, православия, самодержавия, народности плохо продаются, и что люди, в том числе и русские люди, на самом деле хотят свободы. Я думаю, он вместе со своим третьим отделением, цензурами, и вот как у нас сейчас говорят, полная аналогия закрытые опросы ФСО, они, когда все это дело цензурировали, они читали, что люди на самом деле думают, и понимали, что русские точно так же хотят свободы, как европейцы. Отвечали на это усилением репрессий. Ну и финал правления Николая I был, конечно, абсолютно трагическим, настолько трагическим, что даже императорский дом Романовых вынужден был пойти на какие-никакие реформы, потому что отсталость выстроенной ими системы стала абсолютно очевидной в ходе Крымской войны. Почитайте про Крымскую войну, то есть там было видно, что Россия промышленно, инфраструктурно, управленчески полностью отстала от Запада, что у нее нет никакой нормальной современной армии, никакой экономики, и так, в принципе, если дело пойдет, то она скоро прекратит свое существование. Ну, это и произошло чуть позже, да? Но вот как раз, как и Ливонская война у Ивана Грозного, так и Крымская война у Николая I стала вот таким трагическим финалом этих идиотских идей отказа от реформ, удержания абсолютной формы самодержавия, цензуры и репрессий, подавления восстаний и стремления к свободе у соседних народов. Вот закономерным финалом этого стала Крымская война, где слабость, выстроенная Николаем I системой, стала вот очевидной уже всем. Ну и в целом, вот что можно сказать об этом человеке? Некомпетентный, неготовый к управлению, пришедший к власти, будучи напуганным революцией 1825 года, потом дополнительно напуганный польским восстанием, венгерским восстанием, западноевропейскими революциями, человек, который сидел на своем троне, пугался и оборонял негодную самодержавную систему. Он, в общем-то, ничем другим не занимался, кроме вот строительством армии, ну и это все потерпело тоже крах, потому что во время Крымской войны стало ясно, что нормальную современную армию, способную противостоять армиям западным, он построить не смог, потому что армия это не конь в вакууме, да? Армия является проекцией эффективной, сильной общественно-политической системы, конкурентоспособной экономики. Ничего этого в России при императоре Николая I построено не было. Ну и это все неудивительно, потому что он-то сам не готовился управлять страной, он был военным, он понимал только муштру. Вот ему приписывают известную цитату, кстати, будьте осторожны с цитатами историческими, которые циркулируют в интернете, всегда проверяйте первоисточник. Вот известная якобы цитата Николая I о том, что Россия не есть держава промышленная и так далее, а Россия есть держава военная. Доказательств того, что он реально это говорил, нет, но в целом вот его правление так и было выстроено с этим приоритетом. Оборонять сверхцентрализованную самодержавную власть и все вбухивать в армию. То есть экономика нам не нужна, свобода крестьян нам не нужна, нормальная современная общественно-политическая система не нужна. Только самодержавие и армия. Вот известная тоже цитата, которую приписывает Александру Пушкину про Николая I, в нем больше от прапорщика, чем от Петра Великого. На самом деле Пушкин в своем дневнике эту цитату дал вот не прямой речью от себя, а со ссылкой на кого-то из знакомых. Мы не знаем, это правда кто-то из его знакомых сказал, или это Пушкин завуалированно выражал свою мысль, но цитата вполне соответствует реалии. Прапорщик правил России, неграмотный, некомпетентный человек, голова которого была напичкана какими-то абсолютно отсталыми, архаичными идеями, который смертельно боялся народа и народов, боялся революции, понимал. На самом деле я уверен, что как и Путин, он понимал, что свержение императорского дома – это вопрос времени, потому что люди не хотят абсолютного самодержца, не хотят ущемления своих прав и свобод вот в этой какой-то обертке православия, самодержавия, народности, а люди хотят свободы. Ну, кстати, вот об Александре Пушкине хотел несколько слов тоже сказать. Он у нас, в принципе, известен был и вот со школы еще всегда так подавался, как ключевой певец свободы и человек, который всегда симпатизировал идеям демократизации России, и во многом это было так. Но вот очень интересный момент, это тоже во многом относится вот к поведению нашей сегодняшней богемы. У Пушкина была и вторая сторона. Он дружил с Николаем Первым, тот пытался его как-то вот приласкать для того, чтобы Пушкин не очень сильно выеживался, приглашал его на свои императорские балы, вел с ним беседы. И вы у Пушкина можете найти очень-очень много такого, где вот он говорит, это мой государь-император, я им там восхищаюсь и так далее. То есть, вот было такое, как у нас, знаете, на гербе в России есть такая птичка, которая смотрит в противоположные стороны. Вот. Такая классика определенного богемного раздвоения личности. То есть, с одной стороны, конечно, понятно, что вот по тому общественному порыву, который существовал в тот момент, Пушкин не мог не симпатизировать идеям свободы и на обломках самовластия напишут наши имена, да. Но с другой стороны, ему было приятно, что он был обласкан императорским вниманием, он постоянно демонстрировал какие-то верно-поднанческие чувства. Кстати говоря, ну там были неприятные вещи, вот, за которые всех россиян сейчас обвиняют в имперстве, например, его стихотворение «Клеветникам России», где он фактически защищает право Николая I захватывать и подавлять соседние народы. Это на самом деле во многом очень похоже на нашу богему. Посмотрите вот наши видео из цикла про 2000-е годы, где вот власти, они очень так предметненько обласкивали этих всех интеллектуалов, артистов и прочее, да. Приглашали их на встречи, те отвечали им политической поддержкой. То есть, вот такая здесь как бы история непростая, сложная, ее, конечно, надо внимательно изучать. Но в целом, то есть, вот еще раз, не просто потерянные 30 лет правления Николая I, а время, когда Россия сознательно загонялась под плинтус, когда сознательно сдерживалось освобождение крестьян, промышленное и инфраструктурное развитие. Это делать сознательно, ради того, чтобы сохранить собственную, личную, абсолютную власть. Вот ключевой отрезок, к концу которого все эти вещи начали нарывать уже. И, например, дальше при Александре II произошло освобождение крестьян, но слишком мало, слишком поздно. Это все надо было делать раньше. В начале 20 века Николай II под революционным давлением начал движение к какому-то протопарламентаризму. И вот тогда была создана Государственная Дума о Российской империи. Но это было слишком мало, слишком поздно. Это все надо было делать вот в это время, в первой половине 19 века. Александру I надо было не мяться, а принимать Конституцию, уставную грамоту Российской империи. Создавать парламент, независимые суды, давать людям неотчуждаемые права. Но, ладно, вот со смертью Александра I в 1825 году этот шанс еще не был упущен. Это еще можно было сделать. Он был упущен именно во время правления Николая I вот в эти вот трагические 30 лет. Это очень похоже на сегодняшнюю путинскую архаику. В начале нулевых годов было понятно, по какому пути России нужно идти. По пути укрепления демократических институтов, парламентаризма, независимой судебной власти, интеграции с демократической Европой. Но Россия повернула совсем в другую сторону, как и в тот раз. Кстати говоря, в западной прессе Путина с Николаем I очень часто сравнивают и делают это совершенно не зря. Новая страница возможностей открылась для России в связи со смертью Николая I, когда на трон пришел его сын, император Александр II. Он провел важные реформы, которые называют великими реформами. Хотя, на мой скромный взгляд, они на такой термин не тянут. Его называют царем-освободителем. Во многом из-за того, что вот он принял решение об освобождении крестьян. Но, знаете, если вот внимательно смотреть на все это дело, то освободитель он был такой себе. Все эти реформы в подавляющем большинстве были абсолютно половинчатыми и через некоторое время начали сворачиваться. То есть, фактически, вот то, что Александр II пошел на важные реформы, в отличие от его предшественников, которые просто отказывались вообще это делать, да, это было, во-первых, во многом вынуждено, потому что Россия потерпела очень неприятное поражение в Крымской войне. И это создало такое давление. То есть, в этот момент все как бы проснулись, открыли глаза и поняли, что мы построили систему, которая не работает, которая ведет нас к краху. Надо что-то с этим делать. Вот еще такой важный момент, о котором я тоже говорил в нашем первом выпуске, что Александр II был единственным из династии Романовых последних 150 лет правления, который был готов управлять. Он готовился к нему долго, ездил по стране, видел ситуацию в России. И понимал, что так дальше жить нельзя, что надо что-то с этим делать. Но вот, знаете, я противник того, чтобы переоценивать фигуру Александра II и считать его прям таким уж освободителем, потому что все свое управление, он так вот метался между драйвом на реформы, совершенно объективным. Он видел и понимал, что страну надо радикально реформировать, потому что так она дальше жить не может. Но с другой стороны в голове был вот этот червячок, а как же мое самодержавное правление? А я ж потеряю власть. А придут же какие-то люди, которые устроят, как тогда говорили в парламенте, говорильню и начнут еще, представляете, самого самодержца критиковать. Ну как же так можно? Поэтому на самом деле, сейчас вот мы чуть подробнее поговорим об этом, но реформа Александра II это во многом одно название. Конечно, никакими великими они не заслуживают того, чтобы называться. И с ним произошла очень интересная метаморфоза. Это очень напоминало Михаила Горбачева в конце 80-х годов. Мы вот здесь тоже снимали видео в нашем цикле про поздние годы Советского Союза. И отдельно потом, когда Михаил Сергеевич Горбачев скончался, вот мы там объясняли это подробно. Там фактически было таких два Горбачевых, вот то самое раздвоение личности, как у нас у птички на гербе. Один вроде понимал, что общественно-политическую и экономическую жизнь надо либерализовывать. Но потом, когда он увидел, что это ведет к вопросу, а нахрена нам самодержавие, да, или, значит, диктатура КПСС, то сразу возникал обратный драйв на то, чтобы реформы сворачивать, везде расставлять там придворных консерваторов, и они тебе потом устраивали ГКЧП. Вот нечто похожее происходило с Александром II, когда он фактически понял, что развилка-то не в том, чтобы косметически что-то подкрутить и продолжать вот со всем этим самодержавием. А развилка в том, чтобы проводить какие-то реально кардинальные преобразования, которые будут угрожать абсолютной власти императорского дома. И вот тут он, в общем-то, пошел на попятные. Фактически никаких таких серьезных политических реформ не состоялось. Ну, давайте вот мы по всем этим историям пройдемся чуть более подробно. Ну, вот и главная, конечно, история, главная реформа Александра I – это освобождение крестьян в 1861 году. Ну, сразу хочу сказать, что абсолютно согласен со всеми, кто говорит о том, что, в общем-то, это было освобождение только по названию. Потому что крестьяне вместо крепостных, да, они получали вроде как гражданские права, но они вместо крепостных становились так называемые временно обязанными. И в течение там последующих 10-20 лет значительная доля крестьян сохраняла вот этот временно обязанный статус. И для того, чтобы выкупить у помещика землю, нужно было платить огромные деньги. То есть, фактически, вот эта реформа так называемая, она была проведена абсолютно в интересах помещичьего класса, который нужен был для того, чтобы вот быть, продолжать функционировать опорой самодержавия и централизованной власти императора. Реформу провели полностью в их интересах. Крестьян обременили такими огромными поземельными и выкупными платежами, которые, в общем, ну, составили непосильную ношу и на самом деле привели к большому числу последующих волнений, в том числе вот в начале 20-го века. Весь этот крестьянский вопрос, он, по сути, так и не был решен и продолжал нарывать. Я вот уже сказал, что, забегая вперед, могу сказать, что это была ключевая история победы большевиков, потому что они, ну, понятное дело, они обманули, но они были какой-то новой властью, новым шансом и обещали крестьянам землю. А вот белая армия так и не решилась вот радикально пойти на изменения в земельном вопросе. Деникин, например, ну, фактически главный военный соперник большевиков, который, в принципе, мог выиграть. Он, тем не менее, предполагал некую реставрацию прав помещиков и вот так называемый помещичий сноб. Крестьяне из-за этого не поверили Деникину, он не пользовался широкой массовой крестьянской поддержкой, а это вот была основная часть все-таки населения России на тот момент. Первым белым правителем, который радикально пошел на решение крестьянского вопроса и пообещал крестьянам землю, был Врангель в 1920 году, но это уже было слишком мало и слишком поздно. В целом, крестьяне видели большевиков как шанс, это была огромная ошибка, это такой шанс из мышеловки, да, но, тем не менее, вот этот крестьянский вопрос, он так и не был решен реформой Александра Второго в 1861 году и продолжал висеть огромным навесом, то есть раньше было рабство, вместо этого крестьян обременили огромными поземельными и выкупными платежами, то есть фактически назвать это каким-то полноценным движением вперед было очень-очень сложно и наоборот Александр Второй сделал все, чтобы сохранить права вот этого лояльного помещичьего класса, который был мощным антимодернизационным классом и сдерживал нормальный стремительный переход России к полноценной рыночной экономике. Такой еще интересный момент, вот министр финансов Российской империи в конце 19-го, начале 20-го веков и даже будущий премьер граф Сергей Витте, вот которого, кстати, тоже, знаете, у него такой вот везде распространен имидж такого великого реформатора, который проводил какие-то великие реформы, Витте вообще абсолютно не понимал важность вот этого крестьянского вопроса, который потом взорвет Россию. Он в принципе считал, что ну какие платежи там у крестьян, ну заплатят, ничего разберутся, да, то есть вот собственно верхушка правящего императорского дома, она вообще не оценивала вот эту проблему переобремененности крестьян по земельными выкупными платежами после вот реформы 1861 года и так называемого освобождения. Ну такое, то есть освобождение было половинчатое, мягко говоря. Не менее половинчатыми, даже более, вот честно говоря, даже можно сказать по одному названию только были реформами и другие преобразования. Ну, например, земская реформа. Вы тоже, вы можете увидеть какой-то анализ, который вот говорит о том, что переход к земствам был фактически началом создания в России полноценного местного самоуправления. Ничего это не было так. Это были, вот давайте называть вещи своими именами, земства были по сути подтренделочными клубами. Никаких реальных полномочий у них не было. Единственным положительным результатом появления земств стало то, что поскольку там стало можно говорить независимо о каких-то местных проблемах, оттуда в принципе выросло значительное количество политиков, которые в будущем вот попытаются построить нормальную демократическую Россию. Это первый глава Временного правительства князь Георгий Львов или бывший председатель Государственной Думы Михаил Радзянко или один из министров Временного правительства Андрей Шенгарев, который будет потом жестоко убит большевиками. Вот это были политики, которые выросли из земского класса. Но, конечно, на самом деле вот какими-то полноценными органами местного самоуправления с реальными полномочиями земства не были. Точно такой же, как бы даже не то, что половинчатый, а как бы полупроцентный, я сказал, была реформа городского управления. Появились вот эти вот органы, городские думы, которые, в общем-то, ну, в том числе обладали какими-то отдельными полномочиями. Проблема была в том, что они все равно очень сильно зависели от административной вертикали, и кроме этого, вот в участии там деятельности городских дум и в выборах могли принимать только очень ограниченное число людей, которые владели недвижимостью. Вот это, кстати, важный момент, когда вам сегодня многие люди вот предлагают идею отказа от всеобщего избирательного права, давайте дадим возможность голосовать, грубо говоря, только тем, у кого там деньги есть, да. Вот это очень плохая идея, мы могли убедиться в этом на примере реформы городского самоуправления во времена Александра Второго, потому что реальности вот политически активных людей среди владельцев недвижимости было мало. Купцам часто было на это все дело пофигу, да. А у людей, которые были готовы активно принимать участие в управлении городами, не было имущества, не было недвижимости, и они не имели права в этих всех городских представительных органах работать. Поэтому то же самое, как и с земствами реформа городского самоуправления была там даже не то, что половинчатой, а просто вот, я бы сказал, одно название. И вот единственная история стояла в том, что вот создание этих фактически таких клубов по обсуждению местных и городских проблем привело к нарождению нового политического класса, который во многом стал драйвером перемен в начале 20 века. И вот многие известные политики, например, такие как Александр Гучков, будущий военный морской министр временного правительства, и тот человек, который приехал к Николаю II и заставил его подписать отречение от престола. Александр Гучков тоже вот в свое время депутатствовал в Московской городской думе и фактически с этого начинал свою политическую карьеру. Кстати, могу о Гучкое вам порекомендовать одну очень хорошую книгу новосибирского историка Виктора Казадоя. Вот он очень много исследовал эту такую интересную историческую личность, одного из главных двигателей российских перемен в эпоху конца империи. И почитайте, это очень интересно. Судебная реформа при Александре II была гораздо более последовательной, то есть вот она как раз привела к созданию достаточно целостного судейского корпуса. Но при этом он был полностью подчинен императору, даже вот, собственно, решения выносились именем государя-императора. И, то есть это был такой вот основа создания полностью зависимого суда, подконтрольного, грубо говоря, администрации президента. Как раз идея этой реформы противоречила вообще принципу создания независимой судебной системы. Там были отдельные мировые судьи, но они имели полномочия рассматривать только очень мелкие вопросы. В основном они рассматривали дела о краже. Ну и была, в частности, проведена такая университетская реформа, где был принят довольно либеральный университетский устав 1863 года. Вот это тоже подают как ключевое достижение Александра II. Но, вы знаете, как бы реформа реформой, но университетов в России было крайне мало. Вот на территории современной Российской Федерации в то время функционировало только четыре университета. Это Москва, Петербург, Казань и Томск. Всего на окончание 19 века в Российской империи университетов было 10. И значительная часть их была вот на этих оккупированных территориях других народов, которые стремились к свободе и ее в итоге получили. Тарту, Варшава, Вильнюс. И здесь, надо сказать, что кроме этого были три крупных университета на территории современной Украины. Киев, Харьков и Одесса. Но в целом надо было университеты развивать. Но мы видели, что императорский дом Романовых вовсе не стремился это делать. В Европе, например, на конец 19 столетия было 130 университетов. В Великобритании только одной. Более 30. Ну и вот такое ограниченное количество университетов в России. Там, если я не ошибаюсь, на начало 20 века во всех российских университетах было менее 20 тысяч студентов. То есть, понимаете, устав уставом, но надо было повсеместно высшее образование развивать. А вот этого Романовы как раз делать не хотели и боялись. Вот по некоторым данным будущий император Николай II позже говорил, что он вообще считает, что университетов достаточно и развивать их особо не нужно. Таким образом, понимаете, вот как бы все это называется великие реформы, но это вот, значит, напоминает одну известную проговорку про безрыбья или без птичьего. Это реформы просто на фоне того, что сто лет до этого вообще ничего не делалось. И тут зашевелилось хоть какое-то движение вперед. Например, была проведена цензурная реформа, отменили предварительную цензуру, но по факту, вот мы очень хорошо знаем, как это работает из путинского периода, по факту ее подменили самоцензурой, потому что издатели, редакторы все равно боялись печатать что-то, что противоречило вот генеральной линии партии. Как мы знаем из нашего собственного опыта, самоцензура часто бывает страшнее. Ну их нафиг, этих экстремистов и на агентов в эфиры звать, а то нам потом прилетит. Поэтому тоже это вот была реформа, которая, в общем-то, называлась только так по названию. На самом деле, несмотря на все это дело, при Александре Втором был некий всплеск общественно-политической дискуссии, но то самое третье отделение существовало себе спокойно до 1880 года. Потом было преобразовано в другую структуру, которая фактически занималась теми же репрессиями и контролем за общественно-политическим пространством. Поэтому, в принципе, вот я бы сказал, что реформы Александра Второго, они очень переоценены в публичной дискуссии, они были во многом косметическими и совсем не отражали тот запрос на переход к подлинной демократии, который созрел уже у подавляющего большинства людей в России. Ну и вот на фоне вот этих разговоров о реформаторстве Александра Второго, конечно же, нельзя забывать о том, что он фактически продолжил линию на подавление стремления к свободе и покорения народов, соседствовавших с Россией. Вот одним из трагических эпизодов было подавление в 1863-64 годах, восстание на оккупированных территориях, которые сейчас относятся к Литовской Республике, к Польше, к Белоруссии. Очень кровавые события, которые привели к большому числу жертв, тоже вот здесь, кстати, их в этом регионе очень сильно помнят, и это тоже формирует такое вот историческое отношение к России. В 1863 году был издан печально известный Валуевский циркуляр, и позже в 1876-м так называемый Эмский указ, который вот был подписан в БАД Эмсе в Германии. Собственно говоря, в этих документах шла речь о принудительной русификации украинского народа, о вытравливании украинской культуры и украинского языка. И вот знаете, когда нам вот сейчас рассказывают, что да, украинцы, они же всегда были с русскими, они по-русски говорят, во многом это следствие жестокой и принудительной русификации, которая проводилась в то время, в том числе при Александре II. Ну и Александр II занимался активным продвижением и завоеванием, например, Кавказа, Дагестана, Чечни, Черкесии. Вот, в принципе, тоже эти народы, они это время помнят не очень хорошо, потому что вот при Александре II вот эта территориальная экспансия России, завоевание соседних народов, вся эта история, конечно, продолжалась. Единственным таким относительно светлым пятном, которое могло бы стать, в принципе, образцом для поведения, но, к сожалению, не стало. Была продажа американцам Аляски, как вот мы исторически теперь знаем, очень хорошая идея, но вот это не получило тиражирование и осталось таким единственным случаем, вот немножко поподробнее об этом, буквально пару слов. Сейчас вот, знаете, когда в России, к сожалению, снова вошли в моду вот эти идеи имперской территориальной экспансии, то начинают вот вспоминать, что вот Аляска тоже, значит, когда-то была наша, в том-то все и дело, что наша она была чисто условно, это вот работало скорее по формуле видит око, да зуб не имет. Александр Второй совершенно не случайно принял решение продать Аляску американцам, как раз это произошло вот в рамках последствий болезненного поражения в Крымской войне, когда стало понятно, что в России настолько архаичная экономика, армия, что она вот в случае такой серьезной войны защищать свои территории не может. А там были огромные риски, потому что та же Великобритания, у нее была военная база в Ванкувере, в Британской Колумбии, это вот современная территория Канады, она в принципе могла эту Аляску забрать на раз. И защищать ее российскому армии и флоту было, в общем-то, нечем. Поэтому они вот приняли такое, значит, хитрое решение продать Аляску американцам, чтобы, значит, в качестве противовеса против ненавистной Британии, та ее под свой контроль не получила. Парадоксальным образом, вот госсекретаря США того времени Уильяма Сюарда дома очень ругали за эту покупку, типа, ты че, выбросил огромное количество живых денег на то, что купить что там, груду льда? Зачем? Что мы там будем делать? Белых медведей ловить и так далее. Ну, потом выяснилось, что это было стратегически важное долгосрочное приобретение. Ну, знаете, здесь можно было бы пошутить на тему того, что вот как решается там пресловутый русский имперский вопрос. Если имперцам просто забашлять денег, то вот они в некоторых случаях просто уступают, отходят и отказываются от своих имперских амбиций. Но на самом деле в каждой шутке есть доля шутки, а дело здесь в том, что Россия уступила эту территорию, потому что понимала, что не имеет сил ее оборонять. Это очень важный вопрос. Вот если мы говорим о сегодняшней ситуации агрессии Путина против Украины, а российских имперцев нужно лишать ресурсов санкциями, поддержки Украины и другими способами для того, чтобы они не имели возможности заниматься вот этой своей имперской экспансии. И вот это было очень ярко продемонстрировано с кейсом Аляски, когда после поражения в Крымской войне стало понятно, что мы удерживать все это дело не можем. Поэтому здесь, мне кажется, и сегодняшняя стратегия в отношении Путина максимально ослаблять его режим для того, чтобы он не мог вести дальше эту войну, это стратегия правильная. Как это работает, мы вот подробно обсуждаем в наших экономических сводках с Майклом Наки, но, тем не менее, возвращаемся в XIX век и во время правления Александра II. Ну, а что же более глобальные политические реформы, там Конституция, парламент и вот это вот все? Александр II сделал тоже и заход в эту сторону. После 30 лет абсолютного затишья, то есть при Николае I никакого серьезного разговора о принятии Конституции и реформе монархии не было. А здесь вот вроде как вернулись к идее того, что нужны какие-то преобразования такого рода и был подготовлен документ, который назывался Конституция Ларис Меликова. Этот проект, который вот ожидал принятия, но не был принят вот буквально из-за физической смерти, из-за убийства Александра II. Михаил Ларис Меликов был дворянином армяно-грузинского происхождения, вот одним из приближенных лиц к Александру II. Он работал у него министром внутренних дел и, кстати говоря, в самый вот последний период правления Александра II возглавил на самом деле комиссию по проведению политических репрессий. То есть Ларис Меликов был сторонником очень жесткой линии в отношении революционеров. В целом, надо сказать, что его Конституция даже близко не напоминала проект уставной грамоты, разработанной при Александре I в начале XIX века. То есть тогда все-таки предполагалось создание полноценного парламента, независимых судов, придание гражданам неотчуждаемых прав. Ничего этого в Конституции Ларис Меликова не предполагалось. Там фактически вот речь шла просто о каком-то символическом ограничении самодержавия. То есть предполагалось чуть-чуть усилить роль Государственного Совета. То есть это как сегодняшний там Госсовет при Путине, где или Совет Безопасности, куда входят какие-то назначенные вельможи, никто там не избирается демократическим путем. И предполагалось созов такого так называемого общего собрания, то есть некоего всенародного веча, как вот Лукашенко проводит у себя абсолютно лояльное, подконтрольное ему всебелорусское собрание, где значительная часть людей, там были какие-то представители земств предполагались, но значительная часть людей на самом деле назначалась централизованно императорской администрацией. То есть вот такой как бы имитационный подконтрольный проект, это ничего близко даже общего не имел с попыткой конституционной реформы при Александре I в начале XIX века. Но, тем не менее, вот даже Ларис Меликов, который очень сильно не любил революционеров, он понимал, в том числе и как министр внутренних дел, что надо все-таки как-то хотя бы чуть-чуть, хотя бы имитационно двигаться в сторону политических преобразований, потому что ситуация перезревает. И вы знаете, даже такой половинчатой конституции, которая не предполагала никакого реального серьезного ограничения самодержавия, никакого перехода к демократии, никакого парламентаризма, даже этой конституции самодержавные чиновники ужасно боялись, просто тряслись от нее. И вот как только император Александр II был убит, его преемник Александр III гневно отверг вообще любое дальнейшее движение в эту сторону, потому что он и все его вельможи ужасно боялись даже символического ограничения самодержавия. Михаил Ларис Меликов представил проект вот этой конституции 28 января 1881 года, чуть больше, чем за месяц до гибели Александра II. И вот 1 марта, собственно, буквально за пару часов до того, как Александр II был убит террористами, Ларис Меликов объявил, что этот проект будет вынесен на обсуждение Совета министров. Как только Александр II погиб, и его преемником стал ультраконсерватор Александр III, вся эта работа была свернута. И еще один проект, хоть какой-никакой конституционной реформы Российской империи, был выброшен в мусорную корзину. Еще один шанс для того, чтобы Россия все-таки как-то вернулась на нормальный европейский путь развития, был безнадежно упущен. Россия семимильными шагами вышла вот на эту финишную прямую тотальной катастрофы. Ну вот вкратце, если подводить итоги правления Александра II, в нем боролись вот эти две половинки. Он понимал, что дальше жить нельзя, но реально сдвигаться в сторону каких-то серьезных, кардинальных преобразований, демократизации страны и отказа от самодержавия он не хотел. Это, кстати, напоминает вот очень многих таких мечущихся правителей. Я уже упоминал здесь Михаила Горбачева. Можно вспомнить еще и Никиту Хрущева, который тоже заигрывал сначала с какой-то либерализацией, но потом вот все это дело жестоко свернул. И, например, я часто привожу в пример памятник Никите Хрущеву, работы скульптора Эрста Неизвестного, который вот сделал его из таких двух половинок. Одна черная, другая белая. Это во многом тоже применимо и к таким правителям, как Александр II, хотя я считаю, что белого там должна быть не половинка, а совсем маленькая часть, учитывая абсолютную половинчатость его реформ, а правил он там четверть века, да. И за это время, это вот было ключевое время, когда Россия реально могла сдвинуться по пути серьезных преобразований. Для этого были все условия. Это был реальный шанс. Но окончилось это чем? Созданием, я извиняюсь за выражение, земств, да, и все. А между тем, вот вы знаете и читали, и вот мы только что об этом говорили, что самого Александра II убили террористы. В обществе рос очень большой запрос на то, чтобы преобразование страны и переход к демократизации провести мирным путем, мирным путем, чтобы власть добровольно ограничила часть своих диктаторских полномочий. Вот это вот масштабное движение за политические реформы, оно же переросло в появление террористического крыла совсем далеко не сразу, а только спустя там 20 лет, когда стало понятно, что Александр II ни на какие серьезные реформы идти не хочет. Вот это тоже очень интересная история с этим революционным движением. Фактически вот у его истоков стояли политэмигранты, Александр Герцен и Николай Огарев, которые были вынуждены уехать вот в период позднего Николая I, раннего Александра II за границу, ну потому что им угрожали очень серьезные репрессии. И они издавали там газету «Колокол», которую физически переправляли вот эти экземпляры в Россию, люди там ее читали, и это всколыкнуло очень мощное движение за демократические перемены, понимаете, которое привело к большим последствиям. Вот поэтому, когда вам говорят, что политические эмиграции ни на что не влияют, раз вы уехали, вы потеряли связь со страной, это полная ерунда. Я, кстати, писал об этом недавно подробный текст, где вот прям привел пример, что политэмигранты, которые уезжают во время диктатур, не просто очень часто возвращаются и участвуют в реальных демократических преобразованиях в своих странах, а это норма для диктатур в мире, когда они падают и появляется шанс на демократические реформы. Как правило, политэмигранты играют в этом большую роль. Почитайте вот этот текст, мы дадим ссылку на него в описании к видео, но Герцен и Огарев вот всколыхнули огромную общественную дискуссию, связанную с необходимостью реальных демократических перемен. Это, кстати, вот реально очень сильно напоминает ту деятельность, которую мы с вами сегодня ведем в Ютубе и в социальных сетях. Российская политическая эмиграция – это люди, которые с большим политическим опытом хорошо знают нашу страну и знают, как ее повести по реальному демократическому пути. Вот почитайте нашу брошюру с Федором Крашенинниковым про контр-устройство будущей свободной России. Похожие процессы происходили вот во второй половине XIX века, когда Герцен и Огарев начали издавать газету «Колокол», где без цензуры, там в чем смысл был, да, что все, что издавалось в России, было оподвержено цензуре, а в Лондоне они могли этот «Колокол» печатать свободно. Это все доставлялось в Россию, жадно читалось, в том числе и в императорском дворце, да. И в итоге это привело к появлению тайных кружков студенческих обществ, которые, в общем, выступали за полноценную полноценную демократизацию России. Тогда же вот появилась идеология народничества, которая, ну, по сути, предполагала единение какого-то просвещенного класса с крестьянством и образование, собственно, некого единого гражданского общества в России. В 1860 году возникла организация «Земля и воля», которая ставила своей политической целью создание бессословного всеобщего народного собрания, то есть парламента, избираемого всеобщим голосованием. Не какого-то там съезда или госсовета, назначаемого, по сути, царем, а выборы нормального цивилизованного современного парламента. Ну и спустя 19 лет, в 1979 году, организация «Земля и воля» расколется, и из нее выделятся вот так называемые народовольцы, которые, ну, устав от бесперспективности попыток убедить монархию пойти на какие-то демократические реформы, они перешли к террористическим методам. Это, конечно, очень плохо. И я, например, лично террористические методы совершенно не одобряю. Но 20 лет интервал прошел, понимаете? 20 лет с момента создания «Земли и воли», которая пыталась убедить власть провести выборы всеобщего парламента, власть все это дело высокомерно отринула, да? Ну, понятное дело, что часть людей решила перейти к террористическим методам. Это очень распространенная была история и в других диктатурах, которые вот таким образом упирались против демократических перемен. Рост самосознания был очень-очень существенным. То есть требования политических преобразований становились всеобщими. Вот, например, 6 декабря 1876 года в Петербурге состоялась первая масштабная политическая демонстрация протеста с требованием политических перемен. Казанская демонстрация, можете про нее подробно почитать. И результатом всего этого дела, вместо того, чтобы пойти на диалог с обществом, нескольких из организаторов этой акции отправили на каторгу на 10-15 лет, а еще десяток сослали в Сибирь. Вот такая была реакция самодержавия просто на желание людей выйти на мирный митинг. Это вот вам не сегодняшние 30 суток ареста, а тогда прям сразу на 10-15 лет на каторгу за организацию оппозиционной демонстрации. Вот все эти годы общественное давление, недовольство абсолютной монархии нарастал. Вопрос от демократизации самодержавия становился центральным вопросом в российской общественной политической жизни. Но императорский дом Романовых, Голштейн, Готтерпов, мы подробно вам рассказывали в прошлом выпуске, откуда они взялись, категорически сопротивлялись любым попыткам пойти на демократические преобразования. Даже абсолютно косметическая и никакая конституция Ларис Меликова не была принята. Была жестко отвергнута преемником Александра Второго, его сыном Александром Третьим. Про Александра Третьего я даже говорить много не хочу. Это вот человек, который, ну, просто один из худших правителей во всей линейке императоров Романовых, который любые даже поползновения и намеки на какие-то демократические реформы просто сразу свернул. Причем не только свернул, но сделал это с очень четким идеологическим обоснованием. Он вот сразу же, придя к власти, издал манифест о незыблемости самодержавия, абсолютно гнусный документ, который вот призывал бороться с этими идеями реформ и придания россиянам гражданских и политических прав как гнусной крамолой. Это вот открыто об этом говорилось. 14 августа 1881 года, вот уже через несколько месяцев своего прихода к власти Александр Третий издал распоряжение о мерах по сохранению государственного порядка и общественного спокойствия, которое фактически наделило власти правом для стремительных внесудебных репрессий против всех, кого они считали неблагонадежными. И эта волна репрессий, она развернулась заново. В это же время, как мы видим, в обществе зрели гроздья гнева. То есть появление вот этих вот кружков и обществ, которые призывали к демократизации страны, оно уже происходило, ну, во всех значимых городах. Это стало мощным общественно-политическим процессом. Вот фактически это было трагическое событие, когда приход к власти Александра Третьего, ну, означало такой прямой клэш, такое боестолкновение между ключевым запросом общества на демократические перемены и вот этой высшей монаршей императорской воле, что самодержавие, юбер-аллес до полной победы не грамма не уступим требованиям о демократизации страны. Вот именно в этот момент фактически, ну, его можно считать катализатором взрыва. И вот, кстати говоря, то, что происходило в поздние годы правления Александра Второго, переход оппозиции уже к террористическим методам, ну, фактически вот Александр Третий привел ситуацию к тому, что других вариантов развития событий, как столкновения на определенном этапе, уже не оставалось. Про Александра Третьего я даже много говорить не буду. Просто почитайте контрреформы Александра Третьего и там очень много, даже вот такие державнические историографы, они, в принципе, ну, без особых таких иллюзий говорят о том, что он сворачивал все намеки на любые общественно-политические преобразования и вот очень многое повернул спять из того, что даже из половинчатого того, что делал его отец. Он был вояка, милитарист, настроенный на муштру. Вы знаете, его вот называют царем-миротворцем, потому что при нем, в общем, не было каких-то особых войн. Но я, откровенно говоря, считаю, что это он просто не успел, потому что он внезапно умер в возрасте 49 лет и правил всего 13 лет. Согласитесь, это немного по меркам поздних Романовых. Я абсолютно уверен, что если бы он продолжал свое правление, там были бы и войны, и крах, и все такое прочее. Не зря Александра Третьего так любит Путин и все время вот открывает ему памятники в самых разных местах и произносит о нем речи, какой он был великий правитель и император России. Это полностью соответствует путинской вот этой ультраархаичной консервативной идеологии, никому ничего не давать, никого никуда не пускать, полное самодержавие, абсолютные репрессии для борьбы с гнусной крамолой. Ну, действительно, для Путина это фактически полный идеал, как говорят его любимый император. А вот как вчера отзывался президент о царе. Уважаемые друзья, сегодня здесь в Крыму, в знаменитом Ливадийском дворце, мы открываем памятник императору Александру Третьему, выдающемуся государственному деятелю и патриоту. Человеку сильного характера, мужества, незгибаемой воли, он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех участников гостей церемонии открытия памятника императору Александру Третьему, государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми совершениями. Многие из них и сегодня служат Отечеству. Александр Третьего вроде упоминал еще и про церковь, правда, в советское время предпочитали этого не замечать среди союзников России. Армия, флот и православная церковь. Так, по-моему, но надо проверить. Наверное, самым главным подарком Александра Третьего российскому обществу, подарком в кавычках, было вот как Борису Николаевичу Ельцину сейчас хуже всего пропоминают то, что он Путина сделал своим преемником. Но у Александра Третьего была другая история. Он внезапно умер и трон вместо него занял абсолютно неготовый управлять страной Николай Второй, сын Александра Третьего. Это был вот настолько неудачный выбор, что фактически можно сказать, что трагедия России к этому моменту была во многом предопределена. Николай Второй, он не очень понимал, как управлять страной, но сразу понял, что надо всеми когтями и зубами цепляться вот в эту абсолютно архаичную модель тотальной власти и полного самодержавия. И вот первый свой такой публичный спич на эту тему Николай Второй произнес в январе 1895 года, буквально через пару месяцев после прихода к власти, на встрече с представителями земств он сказал им оставить бессмысленные мечтания. Мечтания о реальной демократизации страны, о создании нормального местного самоуправления, то есть просто сразу показал. Самое интересное, что его об этом никто не спрашивал. Он просто сам в довольно визгливом тоне высказал представителям земств, даже и не думайте. Ни о какой политической либерализации унаследовал по крови от своих предков Романов и Галштейн Готтерпов нежелание делиться даже миллиметром властных полномочий. Вот собственно под этим знаменем и прошли все годы его правления. Россия продолжала усиленно требовать вернуться на нормальный европейский путь демократических перемен, прав, свобод, парламента, конституции выборов, а Николай Второй все это дело решительно и упорно оборонял. Еще раз повторю, что вот если смотреть на эту историю сейчас вот так чуть свысока, то видно, что катастрофа была предопределена уже вот в этот момент. Последний шанс что-то сделать был при Александре Втором. Два вот его преемника, Александр Третий и Николай Второй, последний из Романовых. Это люди, которые не занимались никакими политическими реформами, шли на хоть какие-то преобразования исключительно вынужденные, вот как на создание Государственной Думы Российской империи только лишь после кровавой революции 1905 года, в стране продолжали зреть гроздья гнева. Таким образом, на мой взгляд, вот когда задают вопрос, в чем причины катастрофы 1917 года. У нас это очень часто обсуждают так, что знаете, все было классно, но вдруг пришли какие-то большевики и устроили катастрофу. Это было совсем не так. Это было совсем не так. Последние два-три десятилетия правления дома Романовых, это было вот такое горячее противостояние между обществом, которое требовало перемен возврата к нормальному европейскому демократическому пути. И вот двумя самыми негодными и некомпетентными последними правителями из дома Романовых, Александр Третий, Николай Второй, которые возврат России на европейский путь сдерживали. Кончилось это все катастрофой. Вот мы об этом с вами поговорим в нашем следующем третьем выпуске, посвященном истории России. Это Владимир Милов. И спасибо, что смотрите наш цикл о политической истории нашей страны. Об этом надо говорить серьезно и чуть-чуть приподнявшись над официальным дискурсом российской традиционной историографии. Нам многое становится понятно, когда мы пропускаем это через горячие события сегодняшнего дня. Диктатуру, репрессии, внешнюю агрессию против наших народов, соседей. Согласитесь, многие исторические события начинают играть другими красками в этой ситуации. И мы возвращаемся к нашей главной мысли о том, что российский народ все эти столетия стремился к свободе, стремился к возвращению на нормальный европейский демократический путь. Но это подавлялось самыми разными диктатурами сверху, подавлялось жестоко. Любые попытки говорить о демократии стремились давить в зародыше. Привело все это к катастрофе. Вернемся к этому в следующем выпуске. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал.